Если посмотреть в среднем на цифры долговой нагрузки населения, они очень низкие. Низкие по сравнению со многими странами. Но концентрация кредитов достаточно серьезная и у тех людей, у которых не очень высокие доходы растут не очень высоко. Поэтому нужно мерить долговую нагрузку каждого заемщика. Это во многом имеет социальный аспект, чтобы люди не попадали в кабалу из-за потребительских кредитов, которые не обеспечены будущим ростом их доходов. И да, и нет. Значит, скажу так. Конечно, вся эта кредитная история, развитие кредитов, потребительского кредитования, конечно, это с одной стороны стимулирование роста экономики, потому что это потребление. То есть мы становимся обществом потребления. Я всегда говорю, я не могу сказать, плохо это или хорошо, потому что это модель нашего современного человечества. То есть у нас экономика за счет этого и растет, потому что мы потребляем, потребляем и потребляем. Опять же, это философская тема отдельно. Плохо это хорошо, но сейчас у нас модель такая современная, капиталистическая. И в России, и в Европе, и в Америке везде. Современная модель поведения общества – это общество потребления. Хорошо это или плохо, опять, это отдельный вопрос. Но там вся Америка, Европа, она на этом живет. И производная от этого процесса – это, естественно, кредитование населения, чтобы стимулировать их потребление. С точки зрения личных финансов гражданина, это на самом деле ужасно плохо. Потому что, особенно я повторюсь, для нашего поколения, для россиян, наследников Советского Союза, у которых не было прививки к МММам всяким, к кредитам, да, вот этого у нас нет прививки, да, и поэтому наши люди начинают иногда совершенно безгранично, так сказать, беспредельно пользоваться вот этими вещами, которые есть, да, и получать, совершенно вообще не задумываясь о том, что завтра им что-то нужно будет кому-то вернуть, потому что они все оттягивают куда-то. Или, мне кажется, они иногда думают, что действительно, вот, в Российском Союзе как бы все было их, и здесь тоже вроде бы все будет наше, и никому ничего возвращать не надо, я не знаю, может быть, такая часть менталитета. Это беда, и здесь проблема в том числе государства, вот, когда мы в 90-е годы переходили на эти капиталистические рейсы, на самом деле у нас была шоковая экономика, да, шоковая терапия, и никто людей не учил, как надо себя вести. Хотя я повторюсь, что такие вещи нужно вообще учить там в садике, в детском садике, в школе, в институте, дома именно объяснять, вот, как мы потребляем-то, да, что это опасно. То есть, если ты завтра, вот, сегодня это сделаешь, то завтра ты можешь остаться без всего. И я чувствую, что многие люди у нас действительно вот этого не осознают. И, между прочим, мы у себя вот в корпоративной газете даже рубрику завели, потому что ее многие люди читают, именно такой, я называю это финансовый ликбез, потому что это так и есть. Вот. И, кстати, вот, коммунисты-то там были правы, когда ликбез начали население, потому что страна-то была нищая и безграмотная в 20-е годы, там, после революции. И, как ни крути, они создали систему образования, да, которая превратила там всех, по крайней мере, относительно средних, там, хороших специалистов, да. А здесь вот мы упустили финансовый вот этот момент, то есть, у нас государство стало работать в новой структуре капиталистической, а людей не научили, как себя-то вести в ней, вот, именно на бытовом уровне. Потому что там есть у тебя много свобод, да, но за этими свободами всегда должно стоять вот какие-то ограничения, которые ты не осознаешь, не осознаешь. Ну вот, и возвращаясь к ликбезу, мы стали такие статьи пускать, чтобы люди хотя бы немножечко, там, понимали, как свой семейный бюджет надо ставить, что у тебя есть доходы, есть расходы, что это надо считать. Вот так же, как мы в компании, там, это считаем, там, все деньги любят счет, как говорится, надо все везде считать, и свой бюджет, по крайней мере, до определенного уровня, там, достатка, да, когда ты можешь себе что-то еще позволить, ну, его надо отслеживать. Я понимаю, что там есть богатые люди после какого-то уровня, действительно, они свои потребности перекрывают, там, необходимые, и начинается, там, накапливание средств каких-то, да, вот, до этого этапа, по крайней мере, точно нужно четко следить за своими финансами, да, когда начинается накапливание, там уже сложно думать, как сохранить это, что ты можешь накопить. Вот, и я считаю, что вот этот безграничный, вот этот рост кредитования, да, он, может быть, отчасти стимулирует где-то экономику, это для макро-показателей государства, там, хорошо, но, на самом деле, это отложенная проблема, да, потому что через несколько лет она прилетит к тебе массовыми, там, банкротствами и невозвратом кредитов, то есть кто-то где-то потеряет. Потому что если кто-то кому-то дал, ему надо вернуть, иначе он потеряет, а это уже конфликт. Вот, а государство не думает, а люди, тем более, не думают о конфликте, который будет через 10-20 лет. Опять же, можно сказать, что это очень плохо, но вот сейчас вот такая экономика в мире, ты не можешь там не быть в ней, то есть ты можешь, конечно, уехать на гору Тибет, сидеть и медитировать, но ты тогда не будешь частью этой экономики, да, но, к сожалению, вот, а если ты приходится тебе работать и выплачивать людям зарплату, покупать станки и так далее, тебе приходится стать частью этой экономики потребления, ничего здесь другого не получается. Это нужно считать, да? Нужно считать, и в каждой семье, я опять повторюсь, до определенного уровня доходов нужно считать. А то, что вот касательно действительно того, что люди там привыкли там жить с каким-то уровнем доходов, а он тут вдруг упал, ну, по двум причинам, потому что зарплата не выросла, а цены увеличились, да, то есть реально доход упал, да, располагаемый к использованию. И вот эту разницу люди начинают там закрывать, ну, это то же самое, это их какая-то недальновидность, да, потому что они не понимают, как они потом дальше будут с этим рассчитываться. Ну, то есть они думают, что там через несколько лет все нормализуется, опять у меня доходы пойдут вверх, цены не будут так сильно расти, все будет хорошо. Ну, это вот гадание на кофейной гуще, да, это неправильное поведение. Но здесь еще психология, менталитет наш российский, наверное, заложен, что вот мы, словно говоря, если ты такого уровня достиг, там, тебе надо обязательно показать, там, друзьям, соседям, я не знаю, партнерам, что вот у тебя есть там машина, часы, я не знаю, телевизоры, дача, и вот нельзя опускаться ниже, если ты там, почему наши люди боятся так признать, что где-то может быть хуже, а где-то лучше. И пытаются жить на том же уровне, но уже получается не за счет своих доходов, а за счет каких-то непонятных заемных средств. И, к сожалению, это потом приводит все к одному и тому же, да, это какое-то банкротство, это распродажа имущества, то есть ты все равно окажешься ни с чем. Поэтому лучше, чем оказать ни с чем, наверное, вовремя задуматься и просто немножечко аппетит своей амбиции привести в соответствие со своими возможностями. Субтитры создавал DimaTorzok